Добрый вечер, дорогие друзья! С вами Нина Ягоденцева, и мы продолжаем разбираться в тонкостях редактирования собственных текстов. Мы начали с вами разговор на предыдущей встрече о том, что поэзию редактировать необычайно сложно. Это плотный текст, в котором все слова влияют друг на друга, и любое изменение одного слова, словосочетания или тем более целого образа или целой строчки требует возвращения к тексту целиком, требует проверки всего смысла после изменения любого его компонента. Я сама всегда проверяю текст заново, даже поставив какую-то очередную авторскую запятую. Следующая проблема, с которой сталкиваются больше начинающие авторы, это борьба формы и содержания. И здесь можно дать только один совет. Если вы находитесь вот на этой ученической пока стадии литературной работы, то начинать, конечно, нужно с формы, потому что содержание – это ваши переживания, это ваши чувства и мысли по отношению к какому-нибудь событию или к какому-то человеку. И, конечно, корректировки, они поддаются с трудом. Уже в диалоге с языком может прийти какое-то иное понимание, поэтому надо начинать с формы. И самый простой способ развития поэтического слуха, слуха к поэтической речи, поэтической музыке – это скандирование. Такое достаточно грубое, но, тем не менее, действенное скандирование, повторение текста по слогам. И при отчетливом произношении ударных и безударных слогов вы прекрасно увидите, вы почувствуете сами, где у вас нарушается размер. В освоении поэтического размера огромную роль играют синонимы. Если вы владеете синонимическим рядом того или иного слова, синонимическим гнездом, которое объединяет множество оттенков смысла, интонации, эмоционального наполнения слова, значит, вы проблему размера решите достаточно быстро. Потому что именно вот эта синонимическая гибкость, именно это синонимическое богатство позволяет подобрать нужное слово, не нарушая музыки стихотворения. Но необходимо учитывать, с каким смыслом приходит синоним, приходит замена в ваш текст. И если этот оттенок обогащает стихотворение, то вы его вольны принять. А если, наоборот, уводят стихотворение не в ту сторону смысла, сюжета, которое вам необходимо, то значит нужно поработать, поискать еще. Ну и, конечно, очень важным требованием к тексту является его логичность. Поэтическая логика имеет несколько уровней, и если пространственно-временная логика достаточно понятна, она, можно сказать, линейна, то дальше начинаются уже более сложные уровни, уровень ощущений, эмоциональный, там, где работает волновая логика, нелинейная, уровень осмысления и так далее. Мы об этом говорили с вами подробно. Так вот, в стихотворении, чем выше по уровню логики мы поднимаемся, тем большую свободу мы можем позволить себе на низлежащих уровнях. То есть, если мы владеем событийной логикой, мы можем кроить пространство так, как нам нужно. То есть, пространственно-временная логика оказывается нашим инструментом, который мы вправе использовать так, как считаем нужно. А сегодня мы поговорим о волновой природе поэзии и особенностях редактирования, которые с этим связаны. Каждый из нас переживает творческие взлеты и периоды такой творческой тишины, творческого молчания, которые мы переживаем всегда очень болезненно. На самом деле, в этот период, в период внутреннего такого молчания, когда стихи не просто не приходят, а даже иногда кажется, что ты больше вообще ни строчки не напишешь, так вот, это период интенсивного и очень важного набора информации, накопления эмоций, накопления поэтической энергии. А потом что-то происходит, процессы эти подсознательные и, в общем-то, запускаются тоже подсознательно. Что-то происходит, может какое-то совершенно незначительное или, наоборот, очень значительное событие, запускающее этот процесс, и тогда вот этот набор информации прекращается и начинается другой процесс отдачи. Это вот как губка, вот она впитывает, впитывает, впитывает в себя влагу, а потом отдаёт. Вот так же, собственно говоря, существует и поэт. И вот этот принцип пульсации сознания, он накладывается и на сами тексты, на качество самих текстов. Мы с вами говорили о том, что поэтическое состояние, состояние вдохновения представляет из себя определённую волну, которой есть подъём, достижение максимальной высоты и есть некий спад. Вот период, когда поэту пишется, когда он легко может формулировать свои самые сложные чувства и мысли, когда всё это, кажется, идёт само. Ну, поэты так и говорят, вот стихи пришли. Вот этот период, он тоже представляет из себя определённую волну такую, эмоциональную, энергийную, у которой есть начало, подъём, достижение определённой высоты и спад. И если мы приложим рисунок, график, что ли, этой волны к стихам, которые пишутся в этот активный период, мы обнаружим, что стихи по интенсивности, по напряжённости, эмоциональной яркости, точности выражения примерно тоже соответствуют этой волне. То есть вначале обычно, мы сначала возьмём такую универсальную ситуацию, характерную для большинства авторов и для большинства таких творческих включений, сначала автор после молчания как бы расписывается, ещё неловко перо, ещё такие обобщённые образы, ещё могут встречаться и штампы, и какие-то устойчивые, привычные выражения, потому что рука ещё не расписалась, и ещё энергия творческая не достигла той максимальной высоты, которая нужна для максимальной ясности. Далее напряжённость, яркость текстов идёт вверх, идёт на взлёт, а потом после достижения определённого пика снова спадает, снова идёт на спад, идёт вниз. И вот если вы научитесь смотреть на эти циклы внимательно, вот когда они пишутся, когда они создаются, пусть они пишутся, вы должны писать свободно и не ограничивать себя никакими рассудочными решениями. Но когда вот этот период наиболее плодотворный, наиболее эмоциональный, когда он завершился, посмотрите на написанные стихотворения как на цельный цикл, потому что это действительно цикл, это определённое состояние, отражённое в тексте, и вы увидите, какие стихи из этого цикла следует исключить, какие оказались слабее остальных, это обычно начало цикла и финал цикла. И когда мы их отсекаем, у нас остаётся наиболее сильные, наиболее энергийные тексты, наиболее ярко выраженные чувства и мысли. И вот это очень интересный момент, потому что если вы будете оставлять в рабочей рукописи только вот эти сильные тексты, то от рукописи к рукописи, от опыта к опыту вы будете становиться всё сильнее и сильнее. То есть будет происходить реальный набор высоты. Когда вы редактируете отдельное стихотворение, вы заостряете внимание на точности выражений, на особенностях авторского языка, на логике сюжета и многих других вещах, о которых мы говорили. Но когда вы редактируете цикл, вы имеете возможность оценить энергийный, эмоциональный потенциал стихотворения, степень его поэтической напряжённости. Ну, по сути, мы говорили уже тоже с вами об этом, любое поэтическое произведение – это такой своеобразный аккумулятор состояния. Так вот, когда вы редактируете цикл в целом, вы имеете возможность сравнить степень заряжённости поэтической энергии каждого стихотворения и, соответственно, слабые убрать. Моменты, которые можно дотянуть, стихотворение, которое можно дотянуть до определённой высоты, до определённой напряжённости, надо доработать. И таким образом вы от подборки к подборке, от цикла к циклу будете расти, будете набирать высоту. Вот это главный секрет поэтического саморедактирования. Редактирование циклов, а не отдельных стихотворений. То есть сначала, конечно, да, работа с отдельными стихотворениями, а потом с подборкой или со стихотворениями определённого периода. И вот так же идёт работа от книги к книге. Если вы уже работаете в таком формате, на таком уровне, каждая книга тоже выверяется вот именно с точки зрения поэтической напряжённости каждого стихотворения. А это возможно увидеть только если стихотворение находится рядом с другими текстами, более сильными или более слабыми. Мы разобрали сейчас с вами достаточно такой типичный, универсальный случай, когда волна поднимается и потом достигает пика и спадает. Но понятно, что ситуации бывают очень разные, в том числе и у каждого поэта. То есть мы знаем, что иногда этот цикл может начинаться с очень сильного стихотворения, ну, если оно написано под влиянием какой-то внешней или внутренней сильной ситуации, которая вызывает вот эту реплику, вот этот отклик. И дальше, то есть начинается сразу с очень высокой ноты. И дальше вот этот поэтический цикл может идти на спад. Ну, в этом случае правило тоже самое. Оно очевидно, мы отсекаем слабую часть поэтического цикла, то есть в данном случае она будет последней, когда поэтическая энергия уже в рамках цикла начнет угасать. А может быть и постепенный набор высоты до самого пика, до самой высокой точки, когда поэтическая энергия оказывается израсходована полностью. То есть это не плавный такой набор высоты, а резкий взлет. И тогда в таком случае получается, что после максимума энергии, максимума напряженности в рамках данного цикла просто следует молчание, потому что крайнее стихотворение, стихотворение, завершающее цикл, ну, практически растрачивает или наоборот, если быть более точным, собирает в себя всю энергию и дальше уже наступает молчание. Конечно, в таком случае следует отсекать начало цикла, начало разбега, начало набора высоты. Эти стихотворения оказываются наиболее проигрышными, наиболее слабыми. Проблема здесь, конечно, в том, что каждый автор считает, что вот должно быть выведено к читателю, предъявлено читателю практически всё, потому что за каждой строчкой, за каждым словом стоит определённое переживание. Это в принципе неверно. К читателю надо выходить с самым сильным поводом для разговора, с самой точной, самой лучшей, самой удачной репликой, потому что далеко не всё, что мы хотим высказать, оказывается, возможно высказать в определённой конкретной ситуации. Может быть, этот смысл придёт потом, а может быть, он так и останется невысказанным. И здесь предсказать какой-то результат, дать готовый рецепт, вот сделайте так, и у вас обязательно получится. В принципе, невозможно. Это живой процесс, абсолютно непредсказуемый. И те принципы, которые мы с вами сегодня и вообще в рамках цикла обсуждаем, это наиболее общие ориентиры, которые помогут вам разработать свою личную индивидуальную стратегию. По-другому в творчестве быть не может, потому что мы работаем в том пространстве, где нет готовых ответов, нет готовых решений, а если вспомнить о минус-приёме, то, собственно говоря, и если у вас что-то получилось, если вам что-то удалось, то от этого необходимо отказываться. Ну вот это как раз то, что называется минус-приём. Ну и теперь давайте перейдём к частностям. В рамках этой лекции мы затронем только один частный вопрос, остальные будут уже разобраны нами в следующей лекции. Итак, одна из типичных ошибок начинающих авторов – это проблема со временем. Я на просторах портала стихи.ру обнаружила, соответственно, абсолютно случайно, открыв наугад первый попавшийся текст, обнаружила вот такие строчки, которые могут послужить прямой иллюстрацией данной проблемы. «Ветер завязнет в еловой мгле, стонет и рвётся прочь». Абсолютно очевидное нарушение временной последовательности. Сначала написано, что он завязнет, а потом стонет и рвётся. Один глагол, начальный глагол, в будущем времени, в форме будущего времени употреблён, а следующие два в форме настоящего. То есть первая строчка говорит о том, что действие будет сделано, а вторая строчка рассказывает нам о том, что, в общем-то, происходит сейчас. И вот такая неумелая стыковка глаголов – это абсолютно типичная проблема, которую специально нужно отслеживать в тексте стихотворения. Это проблема, которая очень влияет, конечно, на смысл, на напряжённость, на поэтическое качество. Откуда они появляются, эти проблемы? Мы с вами уже говорили. Поэтическое переживание приходит целиком, сразу, одномоментно. А излагать нам его приходится во временной и пространственной последовательности. И вот эта вот необходимость как раз и вызывает к жизни ошибки, которые необходимо исправлять в процессе саморедактирования. Ну что ж, вот ещё несколько таких важных частностей мы с вами затронем на следующей встрече. А сегодня мы завершаем. С вами была Нина Ягодинцева. До свидания.